Основным событием стало назначение на пост главы правительства Олжаса Бектенова, который ранее возглавлял администрацию президента. Хотя фигура нового премьер-министра не столь популярна для общественности, в экспертных кругах он известен как эффективный кризис-менеджер. Приняв это кадровое решение, президент ясно дал понять обществу, что он намерен навести порядок во всех сферах деятельности, руководствуясь концепцией справедливого Казахстана. Вторым по важности событием является утверждение нового состава правительства. Так, из 25 членов новыми являются 4 министра. Это вице-премьер министр национальной экономики Нурлан Байназаров, министр здравоохранения Ахмарал Альназаров, глава МЧС Чингис Аринов и министр финансов Мадита Киев. Остальные были переназначены на ранее занимаемые должности. Это говорит о том, что Олжас Бектенов будет придерживаться курса преемственности, а также бросить все свои силы на переформатирование работы правительства. В кульминации стало расширено заседание правительства, где глава государства обозначил ключевые задачи на предстоящий период. В частности, он поручил повысить доходы граждан, заступился за бизнес, раскритиковал госорганы за бюрократию, призвал создать условия для инвестиций, развивать производство и инфраструктуру, заняться коммунально-энергическим комплексом, поддержать аграрный сектор, а также пересмотреть механизмы медицинской и социальной помощи. Причем, завершая свое выступление, президент призвал государство и общество к конкретным действиям вместо траты времени на пустые слова.